Сегодня они на время оставили лаборатории и надели парадные костюмы. В Казанском Кремле чествуют тех, чьи научные изыскания продвигают Татарстан. По итогам прошлого года в рейтинге инновационного развития регионов республика заняла третью позицию. В этом есть и ваша большая заслуга, говорит президент. Важно, что результаты интеллектуальной деятельности у ученых не оставались только на бумаге. Нужна экономическая среда, обеспечивающая их коммерциализацию. Впереди у нас большие планы, связанные с созданием кампуса мирового уровня и передовых инженерных школ, поддержкой университетского технологического предпринимательства, а также по многим другим проектам. За ваш труд вам огромное спасибо, успехов и будьте здоровы. В пушечном зале Кремля плеяда ученых на передовых позициях врачи. Сотрудники ДРКБ вместе с учеными Казанского медуниверситета внедрили технологию ранней диагностики болезней сердца у детей. Благодаря этому удалось снизить младенческую смертность на 10%. Вот такое тесное сотрудничество, командная работа, она безусловно дает очень большие результаты. И можно сказать, что многие программы, которые внедрены, они сейчас работают уже по всей Российской Федерации. Сегодня в зале и ученые-селекционеры. Они выводят татарскую породу лошадей. Чистокровных скакунов искали в регионах и за пределами страны. В Ашкортостане, Челябинской области, в Северном Казахстане, там, где они могли сохраниться. Когда начинали, лошадей было только 70. Сейчас тысяча. До 2030 года популяцию хотят довести до 3000. Это большое достижение, поскольку лошади размножаются очень медленно. Чтобы получить одно поколение, требуется 6-7 лет. Вот вы почитайте, уже получены три поколения лошадей татарской породы. Ученые КФУ по итогам своих исследований получили уникальные данные космического пространства. Эти знания применяют в цифровой экономике, в области защиты информации мобильных и метеорных систем. За свои открытия ученые благодарят своих учителей. Мы с гордостью можем сказать, что исследования ближнего космоса начинались в Казанском университете. Это очень важный тезис, который я сейчас сказал, потому что всегда говорят, кто первый. Первые исследования ближнего космоса метеорных частиц начинались именно в Казанском университете. Повысили интенсивность добычи нефти на Ромашкинском месторождении ученые татнефти. Экономический эффект от внедрения современного комплекса по увеличению притока черного золота за 5 лет составил 8 миллиардов рублей. Это заслуга огромной команды специалистов, которые день и ночь как на скважинах, так и в научно-исследовательских центрах развивают нашу науку, наши технологии, двигают развитие республики в целом. Их называют светилами. Они думают, создают, внедряют. Благодаря им наша республика, ведущая регион страны во многих областях. Алияха Ирудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.